Добрый вечер, в эфире программы Редколлегия. Мы выходим в прямом эфире, кстати говоря, и за этим круглым столом Максим Курников, Павел Рыков и Денис Минаков. Там в титрах увидите все регалии, должности, статусы, что там сейчас еще указывают. Я не знаю, вот обещать не могу. Как вы сразу перехватили инициативу. Хорошо, тогда давайте я сразу вас спрошу, Денис, что вы нам прогнозируете на оставшийся год? Почему я спрашиваю именно вас? Потому что несколько газет на этой неделе пишут о том, какая ситуация с ценами, какая ситуация с экономикой. Каждый по своей возможности об этом пытается писать. В прошлой программе у нас в гостях был главный редактор сайта Урал56, который сказал, что они попытались следить за динамикой цен и поняли, что никакое средство массовой информации не справится, если по-настоящему вести таблицу, заполнять в Excel и так далее. Вот хочу спросить, во-первых, что же нас ждет, а потом переадресую вопрос Павлу Георгиевичу, и тебя тоже спрошу, если ты можешь на это ответить. А в принципе, насколько у нас экономика достаточно грамотно освещается в наших средствах массовой информации, насколько у нас такие возможности есть? Ну, Денис, большой пласт до рекламы, пожалуйста. Как завернул, да? Но я думаю, что из всех прогнозистов, тыкающих пальцем в небо, я далеко не лучше прогнозист, поэтому мой прогноз с вероятностью сбудется с вероятностью 50%, вторая вероятность, что не сбудется просто. Так же, как и все эти динозавры. То, что я вижу сейчас, на мой взгляд, это была вещь прогнозируемая, когда создавшийся, ну, искусственно в данном случае, поскольку санкции это искусственная вещь, да, дефицит определенного рода товаров, привел просто к росту цен на эти товары. В первую очередь этим воспользуются российские товаропроизводители, которые должны заниматься импортозавещением. Может быть, они этим и занимаются, но пока они просто получают свою сверхприбыль. Ситуация для них благоприятная, и поэтому спокойно можно цены поднимать. То, что мы получаем по каналам госстатистики, цифры явно не соответствуют действительности, потому что, как считает статистика, мы прекрасно знаем, и то, что происходит в магазинах, мы тоже прекрасно видим. Маленькая деталь, каждую неделю публикуется на сайте области информация динамика цен. Динамика цен, по основным товарам, да. А две предвыборные недели, почему-то эта рубрика пропала. А потом, после выборов уже снова появилась. Но это так, деталь. Ну да, в этом смысле выборы совпали с достаточно приличным ростом цен на отдельные товары, чтобы не будоражить людей, наверное, решили эту информацию чуть-чуть попридержать. В первую очередь, понятно, мы получаем рост цен на бензин, который касается практически каждого мужчины, а тем более владельца автомобиля. Слушайте, ну цены на нефть-то падают, почему цены на бензин рост? Ты понимаешь, какая штука? Наивный вопрос. По заявлениям, опять же, тех там торговцев бензина, очень долго оптовые цены на бензин росли. Они росли с начала этого года, изменилось законодательство, налоги и так далее. Розничные цены сдерживались. То есть, сейчас сдерживать их уже невозможно, поэтому пошел такой рост. И чтобы было понятно, эти цифры действительно соответствуют действительности, хотя вот в последнем номере журнала мы приводим аналитику, которая показывает, что и в том, и в ином случае торговцы нефтепродуктами получают сверхприбыль. Порадуемся за них. Хотя бы за них. Хочу вас спросить, Павел Георгиевич, на тему экономики писать, наверное, кому-то сложнее, кому-то легче. Но в целом, насколько это востребованное было направление? И как трудно, наоборот, было найти журналистов, которые бы работали в этом направлении? Вы знаете, в отличие от некоторых других тем, тема экономики – это очень сложная тема, и она сложна тем, что очевидных вещей, понятных, лежащих на поверхности, в экономике нет. Вот иногда у нас некоторые наши депутаты, да и не только депутаты, журналисты, тоже наши коллеги, руками разводят, ну почему же вот так вот, прочее, прочее. Я задаю вопрос, ребята, а вам такое слово, как логистика, известно? Да, логистика, а что такое логистика? Я говорю, вот понимаете, вот есть оренбургская пшеница, сейчас, слава богу, по-моему, два с лишним миллиона тонн намолотили у нас. Хорошо это? Хорошо. Замечательно, это не может не радовать. Не рекорд, но гораздо лучше, чем в прошлые годы. Ну, это совершенно очевидно, но дальше возникает вопрос, а что делать с этим зерном? Вот куда его везти, чтобы продать? Потому что для жителей области такого количества зерна не нужно. Чтобы его потребить внутри области, в том числе и для того, чтобы произвести корма, это тоже баланс по кормам. Я вот, так сказать, не берусь установить. Если я не ошибаюсь, цифра миллион 600, миллион 800 тонн нужны для полных потребностей. Абсолютно, да. А остальное? Вот у нас хорошая пшеница. А куда ее везти? Какова динамика цен? Где ее хранить, в конце концов? Нет, где хранить тоже есть, это не есть проблема. А вот куда ее везти? Сколько она будет стоить в результате перевозки? Как известно, говорят, за морем телушка-полушка, да перевоз рубь. Вот этот рубь, он очень серьезно бьет по ценам. В том числе, кстати, хранение зерна, оно не бесплатно, оно не лежит где-то в чистом поле, а оно там в элеваторе, оно должно постоянно крутиться, потому что крутиться не будет, пропадет. И крутится не просто зерно, а накручивается еще и цена, потому что это достаточно дорогое удовольствие его хранить. Поэтому вот человек, который, допустим, показывает пальцем в адрес того или иного чиновника или хозяйственника, и ему кажется, что все это просто, друзья мои, это требует серьезной проработки, серьезного анализа статданных. Как бы мы к ним ни относились, у нас... Но других нет. Других нет, да. У меня такой вопрос. А что вы бы порекомендовали почитать, посмотреть? Ну, понятно, что журнал ФЭП – это ежемесячное издание. То есть я сейчас должен... Единственное, по большому счету, экономическое издание в области, которое более-менее регулярно выходит и, в общем, довольно массово, ну, сравнительно, да? А что читать вот каждый день? Какая газета и так далее? Вот я просто хочу ваше обратить внимание, что есть ряд газет деловых, которые в России прижились. Ведомости, коммерсанты и так далее. Российская газета. Ну, она не столько... Деловой части. Хорошо, да. Но я просто хочу отметить, что у того же коммерсанта в каждом крупном городе есть свое подразделение, которое работает на этом регионе. В Оренбурге, сколько они не запускали его, оно не приживает. У нас есть вроде собственный корреспондент коммерсанта. Он появляется, исчезает, появляется, исчезает. Ну, то есть это не встало каким... Почему так? У нас эта тема никого не интересует? У нас экономика не такая крупная, чтобы этому выделять что? Почему это вдруг вот так? Ну, почему в Тамаре есть, а у нас нет? Вот Южный Урал раскрыл сегодняшний номер Южного Урала, по-моему, сегодняшний. За среду, вчерашний. Вчерашний, да. Голодникова нас голодными не оставит. Владимир Иванович Никитин разразился достаточно большой статьей. Девушку тут сфотографировалась с двумя подсомоками. В принципе, это размышления на экономическую тему. То есть вопрос какой? Вот журнал уважаемого Дениса Минакова. Это специфическое чтение. Его, знаете ли, в автобусе не почитаешь. Его надо читать с карандашом в руках. А если писать для людей, писать надо хорошо, писать на понятном языке. Вот Южный Урал, ну, в этом смысле, так сказать, Никитин умеет написать на человеческом языке. И я даже не прочтя эту статью, могу сказать, о чем она. Она сказала о фермерах, которые должны вот как раз заниматься импортозамещением. Мне кажется, я могу продолжить мысль своего коллеги. Есть востребованные просто всем обществом темы. И они должны публиковаться не в специализированных СМИ. Они должны публиковаться в общественно-политических СМИ. В газетах, на телевидении, в журналах и так далее. Есть темы, которые близки профессионалам. Вот они должны публиковаться в специализированных СМИ, такой, как мой журнал. Если же кому-то не хватает этой информации, то на сегодняшний день самым потрясающим ресурсом, на мой взгляд, является интернет. Он оперативен, он доступен. Там еще поройся, поищи. И там попробуй найди именно по Оренбургу то, что тебе нужно. Максим, вы же сказали, что сформировался некий круг изданий, которые вызывают доверие и уважение в бизнес-сообществе. В первую очередь, это источники, они присутствуют в интернете, и ими надо пользоваться. Кроме того, вот такой маленький момент, Оренбургская область, как какой-то субъект экономики, не представляет такого особого значения для всей Российской Федерации. Да, мы серьезный субъект, да, у нас что-то здесь происходит, но все те тенденции, которые есть на общероссийском уровне, их можно совершенно спокойно проецировать и на Оренбургский уровень. Поэтому, изучая российскую прессу, можно понимать то, что происходит в Оренбургской области. Ну вот сейчас идет очень много публикаций, и в интернете, и в серьезных изданиях идет очень много публикаций относительно Челябинского Метчелла, металлургического Челябинского уровня. Мы понимаем, как это проецирует на Востоке. Он в глубочайшей, так сказать... Кризисе. Яме. 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 Хорошо. Яме, да. Хорошо, да, подобрались. В экономической яме, совершенно очевидно, что когда мы говорим о металлургии в Оренбургской области, мы не можем не говорить о том, что происходит в Новотроицке. Или вдруг появились сообщения о некоторых изменениях на рынке, на мировом рынке, скажем, цветных металлов. Заговорили о том, что начинает оживать никелевая промышленность. Вот, значит, надо думать, а что там с нашим никелем произойдет. Послушайте, я все понимаю. Можно я отмечу просто одну вещь? Вот вы говорите о том, что нужно популярным языком. Но вот смотрите, я ни в коем случае не хочу критиковать Оренбургии. У каждого свои задачи и все такое. Но картошка под гармошку. Хорошая фотография. Хорошая фотография. Субботняя ярмарка сельхозпродукции была настолько востребована. Кстати, в последнее время газета очень... Очень хорошая. Вопросов нет. Все отлично. Но мы понимаем, что уровень все-таки... Вот есть ярмарка. Это, наверное, не совсем тот анализ, который сейчас нужен для понимания. А нужно ли той целевой аудитории, которая... Не знаю. А где тогда брать вот тот анализ, который нужен? Я еще раз повторю. Максим. Если есть потребность в этом анализе, то, пожалуйста, в интернете... Все. Хорошо. Место мы отключили немножко. Недавно я был на Михайловском рынке. Мы пошли там что-то покупать, мясо там и так далее. И вы знаете, там прекрасная совершенно информация к размышлению на Михайловском рынке. Вот на Михайловском и на центральном нашем рынке. И люди, которые не имеют экономического образования там, понимаете, они там ходят и... И анализируют. И анализируют. Значит, понимаете, им иногда поводыри не нужны. Окей. Хорошо. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Сразу после рекламы продолжим. Я просто после рекламы все-таки попрошу Дениса рассказать о каком-то том или ином прогнозе, по крайней мере, который он слышит от руководителей крупных средних предприятий, с которыми он по работе общается. Сейчас реклама. Хорошо, мы продолжаем. Мы на самом деле здесь обсуждали, какой еще синоним слова «яма» можно использовать для того, чтобы описать ситуацию. Настолько все плохо? Ну, по крайней мере, люди, те, с кем я общаюсь, бизнес, сообщество настроены весьма пессимистично. Они говорят, что нас ждут тяжелые времена. Все, конечно, улыбаются, говорят, что это политика страны, и мы ее поддерживаем. И в данном случае мы готовы терпеть, понимая, что это такой период, когда приходится сложным, но есть какая-то далекая и достаточно серьезная цель, и ради нее это. Послушай, вот смотри, один важный момент. Но при этом, когда начинаешь говорить о конкретном каком-то предприятии с каждым промышленным, он говорит, сокращая зарплату там все. Ты знаешь, я отмечу, наверное, такой момент. Вот специально для себя тогда поставил галочку. Еще до всех санкций уже тогда были негативные прогнозы. А уже когда санкции вывезли, нашли чем аргументировать, как будто бы так. Ведь прогнозы и до санкций были не очень хорошие. А я же сейчас не связываю это с санкциями. Я говорю, что вообще в целом ситуация тяжелая. 14-й год предполагался как год рецессии. То есть это абсолютно все признавали, в том числе и на официальном уровне. Еще в 13-м прогнозировали. То есть он состоялся. При этом важный момент нужно понимать, что начало 14-го года, где-то до, наверное, мая, был достаточно позитивный. То есть лучше, чем ожидалось. Хорошо. В чем это выразится для простых людей? Потом надавили санкции. Я не знаю. Будут проблемы с работой. Что? Будут все признаки экономического спада. То есть урезание зарплат. Но как минимум их не индексация. Будут сокращения рабочих мест. Будет падение объемов производства. Будет падение налоговой выручки. Соответственно, будет... Ну, говорить о сокращении социальных программ нельзя. Государство сказало, что это мы точно не сократим. Ну, значит, сокращение инвестиционных программ. Соответственно, будут какие-то проекты прижаты, ужаты или совсем отменены. Ну, и... Хорошо. Вот если мы возьмем это как прогноз или какой-то вариант, вот с этим совсем работать свежевыбранному губернатору Юрию Беркуму. Которому нужно формировать команду, в конце концов, которая должна быть вот уже скоро, наверное, озвучена. Потому что инаугурация будет завтра утром. Ну, в первой половине дня. Для кого-то 10 утра это уже разгар дня работы, а не утро. На ваш взгляд, Павел Георгиевич, какая это будет команда? Новая, старая, обновленная? Я думаю, в какой-то своей части она будет обновлена. И тут есть некие предпосылки к этому. Потому что в Москве говорят о том, что вот надо сократить количество федеральных служащих. Об этом говорил Милик. Но это федеральные служащие. Но, понимаете, все процессы, которые происходят в Москве, они так или иначе проецируются на регионы. Я думаю, что здесь, может быть, и Юрий Александрович что-то такое подумает. А что там? Вот можно было бы сократить, перераспределить обязанности и так далее. Но в любом случае, я думаю, что все-таки преемственность будет сохранена. Потому что Берг – это человек, который достаточно, я бы сказал, крепко держащийся вообще за человека, за людей. Вот он не относится к категории руководителей, которые там налево и направо. Как пешки, не двигает. Да, но о некоторых прогнозах мы еще поговорим. По поводу обновления команды, Денис Творец. Честно говоря, я думаю, что губернатору не имеет смысла сейчас менять свою команду. И даже, может быть, отдельные персоналии в силу каких-то там личных причин. Или кто-то не захочет работать. Да возраст может просто сказаться. Да возраст, например, и так далее. То есть, если был смысл в этих изменениях, то до выборов как бы показать, что вот, ребята, я готов вот так и так меняться. Вот это персоналия там не устраивает общественность, вот поэтому я готов как бы прислушаться и поменять. А сейчас, какой целью менять? Как бы изменить политический, экономический курс? Нет смысла. Губернатор это мог сделать и раньше. Сейчас, раз выбрал курс, иди им. Поменять людей под давлением каких-то внешних причин. Он вроде не такой человек, который, да, чуть кто-то что-то сказал, где-то надавил, тут же меняет людей. Он не сдавал ту же Семивеличенко, когда был мощный пресс. Почему он должен сейчас поменять ее? То есть, я, честно говоря, думаю, что предпосылок для смены нет. А вот наш губернатор всегда, в общем-то, в этом смысле был неожиданно непрогнозирован, поэтому, может быть, у него какие-то мысли есть. На ваш взгляд, мне интересно не то, как будет, не то, что вы прогнозируете, а то, что вы бы посоветовали, если бы Юрий Берг попросил вас. Настало время разделить функции губернатора и главы правительства? Хорошенький вопрос. Значит, дело в том, что Берг вообще планировал разделить функции губернатора и председателя правительства. При этом он столкнулся с проблемой, вот кто возьмет на себя этот самый тяжелый груз. Это же вот непростой груз. Тем более, что сам Берг, он не просто сидит в кабинете, а он в постоянном движении, он занимается в том числе и поиском инвестиций. Это Москва, это участие в работе Государственного Совета, ну и так далее, и так далее, и так далее. По идее, в принципе, такое разделение возможно. Вопрос, однако, в другом. Вот то, о чем говорит Денис, он так не очень радужные перспективы рисует. И в этих условиях, когда мы находимся в ситуации чрезвычайной, есть ли смысл увеличивать... А это, несомненно, будет увеличение штата, да, если такое разделение произойдет, то без этого не поймешь. Конечно, конечно, тем не менее, иногда, знаешь, можно увеличить штата, но за счет этого лучше какие-то показатели. Ну, я к примеру говорю. Ну, тем не менее, советую. Честно говоря, если это сделать, то есть, во-первых, ну, понятно, что это позволит сбросить от себя определенный груз ответственности. Готов ли губернатор вот переложить в себя этот груз на кого-то? Мне кажется, он не такой человек, ну, по логике, да, хотя все возможно. С другой стороны, губернатор все-таки, правильно Павел Георгиевич сказал, это все-таки больше политическая фигура. Москва, инвесторы, это его функция. И внутри области много очень истинно политических вопросов. Да, а заниматься ежесекундным управлением какими-то процессами в регионе, вот это должен, это функция председателя правительства. И мне кажется, в этой ситуации, ну, даже Наталья Лазаревна-Левенсон, наверное, больше вот этим занимается, ей бы вот как бы вот, ну, я думаю, что она считает себя на своем месте и вряд ли претендует на пост председателя правительства. То есть, кто-то должен, кто вот будет областью управлять, что называется, вплоть до, почему улица не чищена и так далее. То есть, не функция губернатора, но тем не менее, да? Хорошо, а если говорить тогда о том, вот завтра инаугурация будет, каким будет этот срок? Он будет полным, неполным? Что, в принципе, вообще можно прогнозировать? И можно ли вообще что-то прогнозировать с каким-то горизонтом больше, чем два года? Ну, потому что я напомню, что предыдущий срок до конца губернатор не доработал, не захотел. Подал в отставку, пошел на вы. Ну, то есть, как бы вопросом на вопрос, не принято, но тем не менее, а какие предпосылки для того, чтобы он был неполным? Ну, предпосылка следующая. Был уже срок, он его не доработал. Мы понимаем, почему это было сделано. Может, это привычка. Максим, я в таких случаях всегда вспоминаю начало романа «Мастера Маргарита». Да, вот помните? То есть, горизонт прогнозирования очень невелик. Показаны с Берлиозом, понимаете? И здесь, ну, мало никакие обстоятельства могут возникнуть. Житейские обстоятельства, в конце концов, могут возникнуть. И потом есть еще обстоятельства политической и экономической целесообразности. Об этом, ведь, насколько я понимаю, насколько я знаю Юрия Александровича, он, что называется, не взбрыкнул, не просто так сказал. А я вот не хочу доработать, давайте, в этом есть определенный политический смысл. И он поддержан был в этом своем желании на самом высоком уровне у нас в стране, потому что президент одобрил это его стремление. Ну, смотрите, завтра инаугурация, опять же, напоминаю вам. И формально завтра начнется новый этот срок, который... Не знаю, формально, мне кажется, она началась, когда вручили... Удостоверение? Ну, может быть. Но завтра все-таки такой официальный, торжественный, да, вот этот вход в новый срок. Такого удостоверения вручают... Нет, оно уже... Удостоверение, что он победил на выборах. По-моему, там как-то вот так. Мне кажется, это является... Ну, как он... Удостоверение губернатора... Получает удостоверение и дает... Оно уже вручено в ряду. Не будет даваться сейчас. А надо получил уже. Завтра он дает клятву, да? Завтра он вступает вот так торжественно к исполнению своих обязанностей. Что вы пожелаете ему на этот срок? Вот мне интересно ваше мнение, да? Потому что вы вот все закрываетесь этими красивыми фразами аналитическими. А вот мне интересно, а что вы хотите от этого срока? Что вы пожелаете ему, чтобы он сделал? Какой совет, может быть, дадите ему на этот срок? Максим, ты знаешь, какое самое популярное пожелание на свадьбе от мудрых людей? Ну-ка. Терпение. Вот то же самое пожелаю губернатору. Подожди, ты сейчас отшучиваешься. Нет, на самом деле я не отшучиваю. А чего ты хочешь? На самом деле пожелаю терпения. Это терпеть любую ситуацию, не срываться, потому что теоретически это возможно. Будет тяжело, и человек может сорваться. Не срываться, терпеть. Вот в первую очередь. Ну, если коротко. Конечно, если длинно, то можно говорить, что вот обратить внимание сюда, сюда и сюда. Куда? Ну, это уже будет программная речь Дениса Минакова, да? Куда обратить внимание? На людей. Ну, это вот опять же такой короткий ответ, потому что, ну, правда, программную речь я здесь сейчас не хочу заявлять, потому что это очень долгий разговор. Павел Георгиевич, вы бы что? Я абсолютно разделяю то, о чем сказал Минаков. Терпение. Он вступает в должность в очень непростой ситуации. У нас война приплясывает на наших границах. У нас сложная экономическая ситуация. И в то же время очень хорошие перспективы выстраиваются в рамках взаимодействия с Белоруссией и с Казахстаном. И очень хорошие перспективы выстраиваются в рамках ШОС. А мы вот хотим мы, не хотим, мы на границе находимся. И вот здесь надо терпеть. И, как есть такая поговорка, Бог терпел и нам велел. Ну, а как? Ну, вот одно из основных требований, которые надо предъявлять сегодня к политику, это терпение. Это терпение, понимаете? Это вот не дергаться, не толкаться локтями. Это кто-то из ребят, которые у нас себя называют оппозицией, может себе позволить горлохватничать на заседаниях законодательного собрания. А власть, он же, он отвечает не за свой кабинет и не за свое кресло. Он отвечает за людей, за два с лишним миллиона людей, которые живут в области. Ну, они все-таки тоже за себя немножко... Я прошу прощения, но он как должностное высшее лицо, он за них отвечает. Ну, и, конечно, тогда второе пожелание каждого из этих двух с лишним миллионов людей услышать. Вот по возможности услышать каждого. Понимаешь? Вот потому что понятно, что не каждый может там до губернатора достучаться и так далее. Но если такое получится, этому губернатору надо будет поставить памятник, если он сумеет это сделать. Услышать не значит... Услышать, в первую очередь. Услышать не в физическом, а в психологическом случае. Ну, в том числе. Ты же понимаешь, что это слово, да. Услышать, мне пришлось как-то быть очень рано в кабинете у Берга. Очень рано. По моим понятиям, очень рано. И мы беседовали на какие-то вопросы, связанные с культурой и так далее. И за время этой беседы раздалось несколько звонков. И ему докладывают там МЧС. 30 секунд осталось. И прочие, так сказать, докладывают. Он начинает думать об области, начинает думать очень рано. И заканчивает, смею вас уверить, очень поздно. А иногда, я думаю, ночью. Ну, слушайте, знаете, если мы будем говорить то, сколько работает, понятно... Он много работает. Вы сошлись. Вы сошлись на том, что терпение... Максим, ты будешь завтра на инаугурацию? Да. Да, передай ему наше пожелание. Спасибо. Павел Георгиевич тоже будет, поэтому... Я бы вдвоем просил передать передачу. От Дениса. От Дениса. Спасибо. Вот Денис просил, чтобы... Ну, и я тоже просил. Да. Ну, это же вы... У вас будет возможность подойти и передать, так сказать, все, что думаете. У тебя не будет возможности? Нет. Ну, так и у нас будет, а у Дениса нет. Мы от Дениса передадим. Это его проблемы. Но мы надеемся, что Денис будет услышан губернатором области. И будет слышен им все, сколько, пять лет? Пять лет, по крайней мере. Если в этот раз раньше не спрыгнет. Все. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова